В Химках прошел круглый стол. На нем жители города проголосовали за присоединение актива микрорайонов Новогородск-Планерное к общегородскому движению общественной поддержки социально значимых инициатив «Химки интересно жить». В заседании принимали участие представители трудовых коллективов, химчане из первичных отделений партии «Единая Россия», лидеры общественного мнения и члены общественных организаций. Сегодня мы голосовали за социальные инициативы, голосовали за выдвижение лидеров движения общественной поддержки и за то, что будем продолжать продвигать социальные инициативы, в том числе голосуя на сайте. К движению «Химки интересно жить» присоединились новые активисты. За них единогласно проголосовали члены общественной поддержки. Напомним, что движение было основано на заседании Совета директоров городского округа «Химки» после серии собраний в первичных отделениях партии «Единая Россия» и трудовых коллективах. Участники Совета – руководители крупных предприятий. Они вошли в штаб движения, чтобы способствовать реализации инициатив сотрудников своих организаций. Важная инициатива – это пешеходный переход у Лиги. Мне очень хочется, чтобы он стал более комфортным, более удобным. Но реконструкция Барашкинского пруда тоже хочется, чтобы это была особая зона отдыха. Поэтому я активно голосую за эти инициативы. Надземный переход возле ТЦ Лига стал своеобразной достопримечательностью города. Члены Общественного Совета проекта «Химки. Интересно жить» предлагают обновить внутреннюю и внешнюю отделку перехода, а также провести капитальный ремонт лифтов и электротехнического оборудования. А Барашкинский пруд – одно из любимых мест отдыха химчан. Активисты предлагают очистить пруд, отремонтировать фонтан и установить домики для уток. Также в планах облагородить пешеходные дорожки, оформить цветники, оборудовать детскую площадку и установить скамейки. В результате у местных жителей появится современное пространство для досуга неподалеку от дома. Эти и другие инициативы размещены на сайте проекта «Хиж. Онлайн». Все, что в течение этого времени высказывалось людьми на встречах с трудовыми коллективами, на встречах во дворах, все это уже занесено на сайт. Любой человек может зайти, зарегистрироваться и посмотреть огромное количество инициатив. На сайте можно проголосовать за понравившуюся инициативу. Чем больше голосов, тем быстрее реализуется проект. Еще одна важная программа – «Дворовый тренер». В 2009 году ее предложила олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Один из лидеров движения общественной поддержки. В рамках программы дети смогли заниматься спортом во время летних каникул. Программа варилась в федеральный проект и сегодня реализуется более чем в 70 регионах России. Дальше уже родились программы. Это реконструкция спортивных залов сельских школ. А теперь уже это и школы малых городов и поселков городского типа. То есть это более 10 тысяч спортивных залов отстроено. Эта программа продолжается, вернее отремонтирована. И возобновилась программа строительства быстро возводимых спортивных объектов. Сегодня в рамках движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» выдвинуты почти полторы тысячи инициатив. И каждый житель может вынести свою социально значимую инициативу на обсуждение. Александр Гузаев, Руслан Сафин, Новости, Химки ТВ.